Сделано в ветке Безусловно, стоит обратить на нее внимание И это тема развития спорта и физкультуры А если говорить о конкретном периоде времени То мы решили с нашими гостями Посвятить все-таки Сегодняшний рассказ Послевоенной истории развития спорта и физкультуры В нашем городе Евгений Питунин Здесь у нас, как обычно, историк, краевед Руководитель Музея инженерных наук и АТГУ Президент Вятского ретроклуба Евгений Альбертович, добрый день Ну и если уж мы говорим о спорте Как же обойтись без этого человека, без нее У нас еще один гость Светлана Владиславовна Медведева, добрый день Добрый день Которая на протяжении долгих лет руководила Кировским спортом в рамках области Вот такая сегодня приятная передача Очень там много славных страниц, да И много славных имен И в последнее время мы как-то сравнимаем А вот там, когда так было, так все замечательно И сейчас только много проблем Ну, с чего начнем? Ну, по своей привычке я, конечно, залезу в историю Чуть подальше О гаврионных рамках Массовые... Ну, чтобы Светлана Владиславовна у нас тоже не молчала, не участвовала Я постараюсь Не участвовала, не молчала, да Массовые спорты, точнее физкультуры Все-таки начали зарождаться и в стране, и в Вятке Пожалуй, с началом 20-го века Это и развитие футбола, это и уличные игры Вот была предтеча Хэя на льду Наваленах и играли замерзшие навозины И... Это демонстрации с веслами в шортах В матчах на фоне разрушенного Александра Невского собора Это на площади революции огромное Спортивное соревнование Это зарождение стадиона Динамо Это общий культ спорта Это общий спортивный дух, проникший в общество Он и сохранился до, пожалуй, до 90-х Особенно в 60-е, 70-е Вот все общество было проникнуто О причинах мы немного поговорим Но вот если так вот вспомнить годы школьные То у нас вот это ученики 60-х, 70-х Это Ажды Мсомолец, Ажды Пионер И Ажды Атябрена Он однажды в жизни должен был совершить Свой главный поступок Главный с большой буквы То есть где потребуется приложение Всех физических, нравственных Их-то там прочих сил И за пределами возможностей По умолчанию это, конечно, было тогда Когда буржуины нападут на СССР На случай конфликта Поэтому надо было метить там тяжелую гранату Убежать и все И поэтому вот сама физкультура Вот она гласно-негласно Она проходила под таким девизом Что вот надо родину защищать Сдавать нормы И поэтому все поголовно Несчастные ботани И в запотевших очках бегали И это непосильные для них Россы И огромные там потеющие Роснеющие толстеи Подтягивались два раза На перекладине А учитель физкультуры Ну ничего, до значка Готовы еще семь раз Осталось подтянуться Так ли уж беспощадно Светлана Александровна была система Ну, на самом деле Огромное внимание уделялось спорту Мы должны были каждый год Заполняя ученический дневник Обязательно вписать В какой спортивной секции занимаешься И были вопросы Почему, например, никуда не посещаешь Никакую спортивную секцию Спортивную школу И... Что это значило? Если ты занимаешься У тебя это отмечено в дневнике К тебе более какое-то Располагающее отношение Или что? Ну, как один из моментов того Что ты прилежный Системный человек Слушаешь хорошо учителя И так далее Но в каждой школе были Стенды, посвященные Своей гордости Своим лучшим спортсменам Значкистам Значкистам Мастерам Перворазрядникам И как только Ты начинал где-то что-то побеждать Хотя бы на уровне города, области Ты становился известным человеком Вы наверняка были Присутствовали Ваши фотографии на этой доске почёта Да, до сих пор Мастером спорта вы стали в 15 лет Да, вы говорили По плаванию Да, да, да В моей школе до сих пор Есть эта фотография С кривой чёлкой В 58-й школе есть музей Там есть эта фотография И моих друзей Из лыжного спорта Из лёгкой атлетики Ну, это было престижно Почётно Но иногда Учителя Предметники Которые не очень были близки к физкультуре Они говорили Ну, вам-то спортсменам Сойдёт и так Вы всё равно там поступите В любое учебное заведение Действительно Спортсменам Разрядникам Особенно мастерам Были очень серьёзные преференции При поступлении в любой вуз Но вот у меня Есть чувство На любую специальность Да, из чувства протеста Что поступишь По-любому Я пошла на эстфак На зло Расхожему мнению Что на спортфак Мне дорога открыта В полной мере Понятно Ну, а систему Нельзя было увильнуть Вот интересная у нас сегодня Команда здесь в студии Это спортсмен Комсомол Мастер спорта И двоечник У которого Однажды даже за четверть По физкультуре Было два балла Это ты просто не ходил Наверное Ну, не то, что Да, я там что-то не мог А просто я пародировал Учителя физкультуры И он Это ошибка На зло тебя Обезьянничал Он вставал там Под Наполеонов И срестив И перед нами Маленький такой был Не до плеча Ногу на мяч ставил И говорил такие слова Которые я тут в студии Не могу привести Вот я все-таки Что в сердце Особенно И уговаривать Не приходилось Потому что был Культ спорта Культ здорового человека Даже во дворах Уважали сильных А постепенно На мозги капали Начиная с детского сада Что вот если ты Слабень и толстяк А ты потенциальный Предатель родины Ты мальчиш-плохиш Ты прислучаешь За печенье и варенье Ты родину продашь И поэтому А у девочек как? Девочки-плохиши Тут же были Были-были Потому что Вынуждали всех Поголовно И бедные Вот несчастные Упитанные И помпушеч И они На школьной физкультуре Крячились На прогибающихся брусьях Потому что Они вынуждены были Ну вес побольше А все Шли и шли У нас двор был Дворовое сообщество И поголовно Не надо было уговаривать Опять же Все Кто в футбол Кто куда-то Кто там В легкую атлетику Кто чего-то Вот Но явление Это погибло Из-за того Что оно было Массовым В сердцах Нужны были Цифры Нужны были Показатели Вот я однажды На своем примере У меня был Такой Одноклассник По фамилии Лисовой Он записался И бегал Он был такой Спортивный Бегал Ходил в секцию При стадионе Прогресс Легкой атлетики И я записался А что я пришел У меня Ну средняя подготовка Я мог там Пробежать 100 метров Илометр там Уложиться Создать А тут Были такие спортсмены Они отказать не могли Но им по большому счету Вот этих середнячков Им было неинтересно Тянуть И поэтому На вторую тренировку Это было зимой Они побежали Свой обычный Пробег Трусцой Это представляете От стадиона Прогресс До телевышки Куда-то оттуда По набережной И дальше Еще и еще Моих сил Хватило На вечера Добежать По улице Малина От прогресса До Орла Маркса Где жила у меня бабушка В деревянном доме Где я Пол трениров И я сидел У нее пил чай А потом обратно Я в эту середину прибежал Вот и через два занятия Мои упражнения В спорте На этом закончились У тебя был свой спорт Как умело сочкануть А много лет назад Человек на каком этапе В своей жизни попадал Вот в эту систему Спортивную Со школы Или раньше Все-таки Еще Ну я думаю Какие установки давались Я думаю Что поколение Которое старше нас Оно приходило В спорт В любом возрасте Мне до сих пор Там знакомы Ныне живущие люди Которым сейчас уже За 80 У которых был Например Первый разряд По трем Четырем По пяти Видам спорта Такое возможно То есть Вот в то время Это Причем Виды спорта Они похожи Друг на друга Смежные Или абсолютно разные Виды спорта Абсолютно разные То есть Очень активно Занимались Были спортивные Общества Это Было очень Популярно В наше время Ну тоже Спортсмены В общем-то Были В почете Были Определенные Благо Тем Кто достигал Результатов Я еще помню Те времена Когда В Кирове Чемпионом Мира Европы Давали Квартиры Было такое Обеспечивались Спортсмены Питанием Даже Юные Спортсмены Вот Школа Плавания Где я Занималась После Того Как я Выполнила Мастера Уже Тренеру Появилось Доверие И он Сделал Очень Хороший Набор Там Были Масса Перспективных Спортсменов Которые Уже В детском Школьном Возрасте Получали Ежедневные Талоны На питание На 5,60 Представляете По тем временам 5,60 Ну Сейчас Современному Поколению Трудно Представить Это Трудно Представить Но Это Очень достойно Это Очень достойно Месяц Можно было Нормальному Человеку Питаться Да Поэтому И Как-то Вот Родители С уважением Относились В школе Поэтому В спорт Люди Шли Почетным Было Если Давали Право Пройти Парадом Спортивным По городу Ну В общем Я Вот Те времена Вспоминаю С уважением И Очень Многие Мои Знакомые Занимались Тем или иным Видом Спорта Кто-то На более Высоком Уровне Кто-то Менее Но Тем не менее Это было Массовое Такое Явление А сдача Норм ГТО Ну Это Тот Кто не имел Значка ГТО Ну Почти Не человек Ну Вот С одной стороны Это да Хорошо Значок ГТО С другой стороны Мне с октября Запомнилось Продолжение Фразы Рожденная Видимо В недрах Школ Готов К труду И обороне И толстой Жареной Вороне Поэтому Отношение Было такое Почему Потому что Принуждение Оно убивало Вот например Я любил лыжи Любил бегать Я Одно время Было Мы В Порошино Бегали По 10 километров Вот Специально По воскресеньям Выезжали А вот Когда Над душой У тебя Висит Какой-то Тот Кто тебя Заставляет Учитель Там Тренеры Не подготовлено В школах Вот эти лыжи Я терпеть не мог Потому что Бегать Пардон По асфальту Рук Пруда У будущей Диорамы Не было Вниз под гор Вверх Там по трутарам Среди прохожих По асфальту Потому что Снега мало Это было противно Потом тащить лыжи А потом Если Эта пара Физкультуры Была Не последней То Никто же Душа Оля Не предусматривал Этот весь Класс Хорошо Сама организация Особенно Массовая организация Она убивала Любую тягу Какому-то спорту У очень многих Вот Но потом Это все выравнивалось Тянулось Конечно люди гордились Я вот Даже слышал Что Потом В рестораны Ходили Со значком Мастер спорта На латс Они Да Не знаю Я одного Такого человека Еще была Другая сторона Вот эта часть Это Сдавать нормы Бегать на физкультуре Ходить в секции Ходить там На добавочное занятие А с другой стороны Ведь очень мало Было зрелище Вот Этот культ стадионов Культ соревнований Он был еще Притягивающий Зрелищное мероприятие Хлеба и зрелищ Что требуется публике Вот Особенно Когда Было две программы По телевизору Черно-белому Делать было нечего Это были Либо массовые Спортивные игры Во дворах Это зимой Хоккей Наваленко С клюшкой Мечом С кривой Клюшкой Мечом Либо там И это Детские игры С элементами Спорта Всегда конечно Котировали Сильный Лов И выносливый Но ведь и любили ходить А так даже Если взять 60-е годы Это намного все Гораздо лучше было Поставлено Это же было массово Вот зимой Мы например Обожали ходить Практически На все соревнования По Ледовым Мотогонам По спидвей Сейчас этот вид спорта Он практически умер А нам нравилось Вот мне нравилось Я даже мечтал Рев моторов Я тоже буду гонять И ничего не умер В вязких полянах Проходило Недавно Чемпионат России И второй момент Что Была пропаганда Что это для вас Это ваши Вот люди Ученики Они сами строили А пропаганда В какой форме Пропаганда Что стадионы Это все Наша Это ваши Сами строили Прогресс строили И школы И институт Студенты Сельхоза Трудовые резервы Стадион Трудовые резервы Это ПТУ Профтехобразование ПТУшни И строили для себя Трудовые резервы То есть Это была гордость Это наше Мы сами построили Мы здесь будем Тренироваться Вот был Действительно Да Слава Слава Это очень Побуждало К тому Чтобы ходить Ну каждый год Практически Своими силами Ремонтировали Спартак Потому что Это бассейн Построенный По летнему Проекту И там Все время Всплывали Так скажем Проблемы После зимы И в течении Лета Вот уже Ближе к осени Мы всегда Своими силами Ремонтировали Этот бассейн Еще Хотела сказать О том Что Вот мои родители Ходили Вместе И мама И папа На футбол На стадион Динамо Имели годовой Абонемент Сразу покупали То есть Вот до какой степени Это было популярно Что даже Женщины Ходили смотреть Вот эти матчи И действительно В свое время Команды Динамо А так чтобы Свидание назначить Там девушки Тоже наверное Бывало На стадионе Я думаю Что не исключено Команда Динамо В свое время Была очень Популярна В городе И показывала Далеко не такие Результаты Как сейчас В лучшую сторону Сейчас годовой Абонемент Рамера Пожалуй Можно Купить На футбол На родину На родину За тысячу рублей Родину Стоит сейчас Абонемент А если бы Говорить О тех видах Спорта Которые мы Сейчас считаем Традиционные Для нашей области То есть Те же лыжи Конькобежный Спорт Вот это как Все Развивалось Когда Массовость Начала приобретать И появились В начале 20-го И получили Массовость Еще Вален Привязывали Снегурочки И у нас Массовость Была Конечно Но Надо было Подходить Опять же В школе Ровно Там же Кто-то Умел И бегал Под ворону Кому-то Вот вчера Упили Потому что Учитель Зал Надо Приходить С Ами И я пришел Домой Вот там Надо И ну Что Надо Сходили Спорт Товаровым Упили Всем Я со страшным грохом Там Фрущев С четвертой Этих Вот И что я там За два дня Мог научиться Единственное Что Когда мы сдавали Эти нормы На стадионе Вот у 29-й школы То я встал Правее всех И когда там Часть Крячилась на льду Я Я бежал 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 По снегу По краю Вот И только Когда перед финишной ленточкой Я практически Один из первых Я встал Ноги И в стороны Я доехал До финиша Мне сказали Сдал Молодец Женя Напиши книгу А если бы Мне подошли бы нормально То есть я пришел бы Вдумчивый умный тренер Б сказал Ага Или учитель физкультуры Оля стояла Два дня Ну вот Надо Ногу держил Дышку Спину Прогнул Правильно Правильно Я бы хоть учился И завтра приходи Сдавай нормы Вот это вот Подходы Которые запомнились Канькобежный спорт Он Был Очень популярен Вот эти соревнования На приз Кирова Это было просто Это же было С участием Иностранцев Официальные делегации Автобусы По городу Всегда Приему Первого лица Области Насколько тяжело Этого было добиться Соревнования Такого масштаба Я думаю Что на тот момент Огромную роль Сыграла Личность Марии Григорьевны Исаковой Которая Показывала Выдающиеся Результаты Которая Будучи человеком Активным Продвигала Свой родной край Свой родной город И поэтому Городу Кирову Достались Такие соревнования Благодаря этому У нас Научились Зародились Лучшие ледовары В стране И по сей день Те кто готовит Лед непосредственно Да По сей день Огромное значение Все это И материальная база Имела Вот построили Трамплин В Ирове И получила Развитие у нас Лыжный спорт Прыж из трамплина Не построили бы Конечно На сосуль Деньги находили Вот был всплеск Ледолазание Угасло Тоже зависело К сожалению Это очень дорогое удовольствие Для региона Поэтому Вот какая-то Пауза По проведению Но тем не менее Есть Другие города Где они Показывают Свой класс Так что Ледолазание Продолжение у нас Продолжается То что Прыжки С трамплина Да В свое время Были участники Олимпийских игр И действительно Вот те Кто Жил на филейке Наверное Каждый мальчишка Хоть раз в жизни Но с трамплина Прыгнул Но сегодня Как-то Официально Или неофициально Там как-то Забрался Неофициально Наверное Было это трудно Сделать Вот На сегодняшний день Конечно Родители Несколько иначе Смотрят На виды спорта И Ну Хотя для своих детей Хорошие Комфортные условия Современные Спортсооружения Ну и По поводу Травматизма Конечно Прыжки с трамплина Наверное Не самые притягательные Для родителей Вид спорта Все-таки Там иногда Случаются Серьезные травмы Я хочу еще Вспомнить Об Исчезнувших Видах спорта Которые были Очень Развиты А давайте Мы это сделаем После небольшой рекламы Сделано в ветке Развитие спорта И физкультуры В нашем городе В протяжении Последних Десятилетий Мы сегодня Говорим В передаче Сделанной Вятки Евгений Питунин И Светлана Медведева Заинтриговал Евгения Альбертович Исчезнувшими Видами спорта Которыми Занимались Кировчани Я в моей Ну скажем Не очень бурной Спокойной Советской юности Напротив Сельхозакадемии Хрущевка Вот передо мной Не было ни одного Пятиэтажного дома Кроме УВД Вот и Трифоново Монастыря И поэтому Я почти Каждый день Видел В небе Висит Вот прямо Эроссы Белых парашютов И над Аэродромом В Субботихе И летали И огромные Белокрылые планеры Это было Настолько Массово Что редко Вот когда Видимо Ветер Или дождь Проходили Мы говорим О парашютном спорте Парашютный И был очень Различный Но он же существует Ну есть Но не такие масштабы Там чтобы ежедневно Чтобы ежедневно Висели там И парашюты В небе И утром И после обеда Видимо Следующая Следующая партия И планеры летали Вот планерный спорт Он однозначно погиб Простите А несчастные случаи были Видимо С парашютистами Ну если все И задаться целью То может быть Даже Они кто-то ведь Не зря придумали Такое Что ты М Работаешь Да я В этой субботе Еще парашюты Укладываю Ну и Не знаю Жалоб О нее поступало Нет действительно Планерный спорт Планерный спорт Это красиво Это хорошо Вот недавно было Ой это И дно Где я просто Пригласил Свою любимую девушку Человек Полетать на планеры Это на нее Произвело Впечатление Да вот Наверное Всюду есть И вот если бы Ну это опять же Наверное Материально затратно Это вот один К моему сожалению Из погибших видов Спорта Планерный Парашютный Он остался В зачаточном состоянии То есть Именами В спорте И потом Видимо Начал он Хереть и хереть И сейчас Вот конного спорта У нас Практически Не осталось Ну В том Что происходило С ним на протяжении Последних лет В котором Он создавался Развивался Действительно Был в свое время Сейчас конечно Все это сложнее Это ушло все больше В коммерческий формат Частный Частный Соглашусь Что в классических Дисциплинах Там Выиска И конкурс Сейчас нет Таких высоких Результатов Которые были В свое время Но Я вот еще Помню Конный спорт С уклоном На испытания Расистых лошадей У нас В области В свое время Были Страстные любители Бегов И на Налинской Птицефабрике Держали Рысаков И в городе Кирове Было такое Отделение Кировское Госконюшня Я помню В 80-е годы Съезжались Регулярно Каждое воскресенье Летом Были Рысистые Бега Это тоже Такое было Зрелище Мы с папой Ходили Каждое воскресенье Это было Незабываемое Зрелище Но вот в то время Я как-то конкур И выиску Вообще не помню Вот в своем детстве Это уже Более Позднее время Результаты Действительно Были высокие У нас был Кандидат В члены Олимпийской сборной Но на сегодняшний день И требовать От них таких Результатов Невозможно Потому что Дорогой вид спорта Сложно Про более Доступный вид спорта Хочу спросить Лыжи Лыжи Зима Когда этот бум На лыжи появился В нашем городе Когда у каждой семьи Комплект лыж был На родителей На бабушек На детей Летом они на балконе Там известное дело Хранятся Бросить лить И встань на лыжи И избавишься от грыжи Когда всплеск Такой произошел Да наверное С чем это было связано Перед войной Когда вот Лыжи Лыжи в начале же Они были Самодельные Делали И от артели Даже дома Сами в деревнях Вот вытесывали Я еще видел Эти деревенские лыжи А наверное Когда запустили Новоиадский Лыжный комбинат Лыжи Будущего пруда Вот этот овраг Был у гостиницы Вят Еще диорамы не было То Если выходной день Прийти То надо было ждать Очереди Чтобы был разрыв Чтобы вклиниться Чтобы вклиниться В этот поток А я тоже это помню Бегали и бегали Но вот я скажу Еще с другой стороны Третий был момент Такой Что стимулировало Занятие Это не только пропаганда Лыжами Или вообще спортом Лыжи и все Это победы наших спортсменов Например В 70-е годы Были великолепные победы Советские хоисты Поэтому в душе Ребенок мечтал Стать там Фирсовым Третий Ом Старшиновым И поэтому массово Строились опять же С помощью Самих вот этих ребят Хоэйные Роб И они вот по городу Везде-везде Там во многих дворах Плодились И все вставали И все резались А как они спонтанно Появлялись Вот люди собрались Решили Давайте сделаем коробку И все Никаких препятствий Не ходили в домоуправление Там Видимо был организатор Кто-то из родителей Расторопных Или имел возможность Где-то там Стырить на предприятии Стройматериалы Ну как правило Таким способом Но это поддерживает Как бы Это поддерживает Но это поддерживает Сами носили ведра Там же воду надо было Эта же цепочка Всем двором Таскали Эту воду Не один день Вот теперь вот Даже представить Чтобы массово Вот она Такой субботник Организовать Строить площадку Это невозможно И нереально Это первый момент А второй что Вот ну вряд ли Последнее В обозримом пространстве Чьи-то победы Могут До такой степени Вдохновить Ну я тут не соглашусь Пусть даже После После олимпийских игр В Рио Очередь В школу фехтования Давным-давно Такого не было То есть Люди сейчас Интересуются Спортом И Запись Спортивной школы Ну в такие Популярные виды Спорта Как плавание Фигурное катание Художественная Гимнастика Вот в этом году Фехтование Это уже Становится Проблематичным Потому что Не хватает Всем желающим Мест А большой теннис Вот еще о нем Хочется спросить Он считается Элитным видом спорта Он когда у нас возник Да Восьмидесятые Восьмидесятые Первые теннисные корты Это На За октябрем Вот площадка была Да Она и есть там сейчас Работал мой приятель Мы даже ходили И брать это Возле этого Где сейчас пруд То железнодорожный Перед ним Локомотив Локомотив Там где-то было Многое было интересных Их Конечно Вот даже В тридцатые годы Они до пятидесятых Даже до шестидесятых У нас стояла Парашютная вышка В том же На том же стадионе Локомотив Локомотив Надо было туда залезать Тебя прицепляли На веревочке Парашюту Вот видимо Или сам прыгал Или тебя там Подталкивали И ты слышишь И хоть и на верев Но испытывал почти Эти вот Отношения Тоже умерло Я не знаю Сейчас это Реально ли возродить Наверное Все это От начала узнать Надо ли Народом Понимаете Спорт Он должен быть Постоянно И в душе Вот есть люди Которые Они спортсмены По духу Вот Есть болельщики По духу А есть вот Вот в угоду моду Вот люди Позанимались Или чтобы Самоутвердиться Я вот знал Людей Которые ходили В секции Были у них Серьезные результаты Там в боксе Где-то Но вся дальнейшая Жизнь Вот прошло Видимо То ли быт их съел То ли Это Слово потребления Они Хоть и бывшие Спортсмены Пятидесяти И они стали Превращаться В развалины Уже И вот Очень жаль Что человек Тратил столь Сил и энергии На самосовершенствование Такая человеческая трагедия Но ведь Каждый выбирает сам Сам Вот очень печально Смотреть на Некоторых товарищей Которые Могли бы Дальше бы Там Вот есть Пропагандировать Бывший боксер Такой Который Вот Вгонял весь город В страх Который Там Могу Побить любого Вот он А почему он Боксом стал заниматься Он был Толстень Чуть постарше Меня в школе учился Жирнин И Пончик Его звали А потом Все могли Каждый мог Обидеть Пончик А потом Он Накачался В бокс Записался Всех Полотил Стал Уважаемый Ну смотрите Изменил Ну вот Он Видимо Миссию Выполнил И потом Он Сполз Обычную Привычную Свою жизнь Сейчас он Такой Пончик И все И вот САМ Спорта Что Спорт Опять же Вот В жизни Должно быть Место Не подвигу Подвиг Это то Что вот Нам внушали Адонурм ГТО Что вы должны Под танк С гранатой Вы должны Там Всю ночь На лыжах С автоматом Вы должны Чего-то Подвиг Не должно В жизни Должно быть Место Победе Должно Запомниться Не то Что ты поставил Мировой рекорд А то Что ты с пацанами Или школьниками Ты прибежал Первый Там Грудью Ленточку Порвал Ты финишировал Первый Пусть это не Мировой рекорд Но зато У тебя с детства Остались воспоминания Светлые Не то Что там Ты трояк Там За четверть Или чего-то А где-то Ты что-то С мог Ты чего-то Седал Слава Александровна Не согласится В жизни Есть место Подвиг Ну Я В чем-то Соглашусь Даже Иногда Я знаю Множество Таких людей Которые Которым Не удалось Грудью Ленточку Первым Пробежать Но Они все равно Делая над собой Усилия Добивались Таких Результатов В жизни Которые Без спорта Были бы Невозможны Для них Поэтому Они Спорт их закалил И Болгословил На это дело Да Каких-то там Великих Разрядных Нормативов Не получив Медалей Выросли Нормальными Людьми И к спорту Относятся С благодарностью По сей день Мне хочется Вернуться К тому О чем мы говорили Что хоккейные коробки Всевозможные площадки Спортивные Во дворах На ваш взгляд Это сейчас Нужно возрождать Каким образом Это На мой взгляд Было бы нужно Но это Невозможно Невозможно На сегодняшний день А я знаю почему Интернет бы Отключили И выползли бы И волейбольные площадки И строить их И снежные репости Я думаю Многие руководители Тоже хотели бы Этого Чтобы интернет Отключили На сегодняшний день Пусть у нас Не так много Спортивных сооружений Нам надо их Еще больше Но тем не менее Они появились И уже Родитель Выбирая Для ребенка Старается Все-таки Создать для него Комфортные условия И Имеет такое желание Что ребенок Занимался С профессиональным Тренером А вот этот Вот формат Уличный Дворовый Все равно Там Во главе Вот этих Вот детских Команд Там стояли Взрослые Энтузиасты Но на сегодняшний день К сожалению У нас с этим Огромные проблемы Чтобы кто-то вышел И Кинул клич Наверное Можно попробовать Но Но вы не уверены Что Эффект Будет положительный Я не уверена Что выйдут И Начнут Чем-то заниматься Хотя Не знаю Тут Еду иногда По городу Вижу В группочке Таких Женщин Ну примерно Моего возраста Чуть постарше Скандинавской Ходьбой Тем не менее Такие стихийные Группочки Создаются И вот этот Вот проект 55 плюс Люди с удовольствием Ходят Поэтому Ну Надо искать То что Людей Привлечет А тренерские кадры Как в былые времена Растились У нас остается Буквально Пара минут Ну Профессия Тренера Была Крайне Престижной И Очень многие Выходили Из спортсменов Бывших Своими результатами Своими показателями Да Поднимались Поднимались Заканчивая спорт Поступали в институт Физкультуры И дальше Шли на тренерскую работу Многие Не такие Выдающиеся Спортсмены Но Стали Выдающимися Тренерами Вот К примеру Наш земляк Андрей Машанов Который сейчас живет В Лондоне Директор По развитию Международной Федерации Самбо Как спортсмен Был Ну Средненький Так скажем Перворазрядник Максимум Но он стал Выдающимся Тренером Известным Во всем мире Так что Профессия Тренера Была Престижной Тренер Это всегда Был Авторитет Тренер Это был Почти Бог Для каждого Кто У него Занимался Поэтому Эта профессия Как бы Себя Оправдывала У тренеров Была очень Неплохая Зарплата Те кто Работал На сборную Команду Советского Союза Тоже имели Массу Привилегий И заграничные Поездки И так далее И так далее Поэтому С тренерскими Кадрами В советское Время Было Несколько Лучше Чем сейчас Грамотно Была выстроена Да Такая система Да Была грамотно Выстроена Я еще Застала Те времена Когда Ты приходил На работу Вот как я Например Сразу После школы Имея звание Мастера спорта У меня сразу Была надбавка 7% Просто За звание Мастер спорта Сейчас К сожалению Вот такого нет И молодой Тренер Приходя на работу Вынужден Совсем За копейки Работать И у многих Энтузиазм Быстро пропадает Очень хочется Надеяться Чтобы эта проблема Да Решалась Компетентными Людьми Очень хочется Чтобы мы Не только Вспоминали О спорте И сравнивали А вот как там Было хорошо Но и гордились Настоящим Будущим Безусловно На этом нам Приходится завершать Нашу историческую Передачу Сделанную в ветке Благодарю Евгения Питунина И Светлана До свидания Прошлись По истории спорта До свидания Сделано в ветке